Вести Карачаева, Черкесия 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 Вашли 42 общевразовательные организации В том числе 40 школ в сельской местности В 2022 году К началу нового учебного года Были отремонтированы и оснащены 18 школ республики Более 5000 учащихся 1 сентября Прошлого года вошли в новые Здания школ Кроме того, приобретено более 21 тысячи Учебников и учебных пособий Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов принял участие В мероприятиях, посвященных развитию образования В том числе в рамках исполнения Послания Владимира Путина Объявившего этот год годом педагога И наставника Вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым И главами Адыгеи, Кабардино-Балкарии И Ингушетии Рашид Тимрезов принял участие В церемонии открытия Всероссийского конкурса Среди мастеров производственного обучения Профессиональных образовательных организаций Мастер года Глава республики Также принял эстафету проведения финала Всероссийского профессионального конкурса Лучший учитель родного языка и родной литературы Который будет проводиться в Черкесии В этом году Карачаева Черкесия Принимает эстафету проведения конкурса Вернее, заключительного этапа финала Карачаева Черкесия Один из самых многонациональных регионов нашей страны У нас в Конституции нашей республики Пять субъектов образующих национальностей Конечно, в первую очередь русский язык и карачаевский, черкесский, лазинский и ногайский языки Поэтому развитию родных языков мы уделяем большое внимание Я думаю, что этот конкурс, который, Сергей Сергеевич, благодаря вашей инициативе Но в первую очередь я считаю, что вашу инициативу поддержали не только руководители регионов А в первую очередь педагоги и учителя родных языков и литературы Поэтому мы обязательно на высшем организационном уровне проведем Но самое главное, я уверен, что это будет таким дальнейшим толчком развития родных языков нашей большой многонациональной страны Российской Федерации В общественной палате Карачаева Черкесии состоялось заседание, на котором обсуждались тезисы, озвученные президентом Владимиром Путиным в его недавнем послании Федеральному собранию Как отметила председатель палаты Елена Лешова, им с коллегами предстоит включиться в эту работу А для этого необходимо консолидировать силы всего общества В этом послании Владимир Владимирович очень четко и ясно выделил несколько аспектов Во-первых, большой, огромный блок был посвящен социальным, не просто проблемам, а решению данных проблем Развитию социального государства Это, как мы знаем, увеличение МРОТа Это, соответственно, обязательство для многодетных семей, поддержка, соответственно, данных семей Это, конечно, развитие демографии И здесь же особую роль, я хочу выделить, уделялось малому и среднему бизнесу Потому что Владимир Владимирович несколько раз подчеркивал, что бизнес нужно делать здесь, в нашей стране Но и, конечно, особую роль уделялось развитию образования Мне, как педагогу, было очень приятно, что этому было уделено внимание культуре, медицине, ЖКХ То есть были охвачены все серые общества Но и особый пласт, конечно, это непосредственно специальная военная операция Каждая семья, каждый военнослужащий будет, он и есть, и сейчас это происходит Государство будет о нем заботиться Будет создан специальный фонд для данных семей и данных военнослужащих, что немаловажно И сейчас есть куратор, и вы знаете, общественная палата, да, объезжая муниципалитеты Каждый раз задает вопрос и отслеживает каждую семью, каждого военнослужащего В Карачаево-Черкесии подвели итоги 8-часового регионального телевизионного марафона Народный фронт «Сё для победы», собравшего более 3 миллионов рублей Кроме этих средств, неравнодушные жители республики принесли для бойцов Участников специальной военной операции, квадрокоптер, рации, печки, буржуйки, теплые вещи и многое другое, необходимое на передовой В телемарафоне принимали участие представители власти во главе с председателем правительства региона Духовенство, общественные организации, бойцы с передовой, молодежь и школьники Сбор марафона стал действительно народным, рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева Фейки на фоне вакцинации от полиомилита Консультант отдела охраны материнства детства Минздрава Карачаево-Черкесии Мадина Бастанова пояснила Требуется ли проведение дополнительной вакцинации детей, уже имеющих 3 инактивированные вакцины И отправят ли эту категорию детей на дистанционное обучение Вы знаете, в последние дни очень активно в различных мессенджерах у наших родителей Стало появляться сообщение, в котором написано, буквально процитирую, прочитаю Минздрав внес изменения в первоначальные указания Теперь, если у ребенка были все прививки по графику, дополнительной вакцинации не требуется Для уже привитых от полиомилита детей вакцинация не обязательно Но желательно, так как проявившийся в нашей республике вид болезни Очень агрессивный и быстро распространяющийся Почему и назван диким Вот именно то, что я сейчас прочитала Является недостоверной информацией Грубо говоря, фейком Просьба не принимать во внимание вот это обращение А со стороны Минздрава я объясню более подробно, о чем идет речь На самом деле, туровая вакцинация не зависит от национального календаря прививок То есть, независимо от того, сколько бы вы вакцин не сделали до этого момента от полиомилита Вы все равно подлежите вакцинации Роспотребонадзором было вынесено решение о том, что Если ребенок был привит три раза и более вакцина от полиомилита То в школу или же в садик он посещать будет То есть, разобщения не будет А если он сделал менее двух или вообще не делал То разобщения, естественно, будет Завершен ремонт берегоукрепительных сооружений Общей протяженностью 3776 метров, расположенных на левом и правом берегах реки Шкакон В селе Джака Малокарачаевского района Ремонт дам позволит защитить 1400 человек с домовладениями и приусадебными участками Проживающих на площади возможного затопления 55 гектаров В зоне возможного подтопления также находились школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и магазин Предотвращенный ущерб от негативного воздействия ввод составляет более 1 миллиарда рублей Высокогорный молодежный форум «Махар», который проводится в Карачаево-Черкесии с 2008 года, получил статус Всероссийского форума Республика выиграла в конкурсе по отбору площадок для организации проведения федерального конкурса молодежных проектов А также получения статуса федеральных окруженных форумов Об этом сообщил проректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Расул Динаев В прошлом году как окружная площадка грантовая он состоялся в этом году Тоже при усилии Министерства по делам молодежи при поддержке главы нашей республики Он приобрел всероссийский статус Это значит, что грантовый фонд будет выше в этом году География расширяется, вероятнее всего будет несколько смен И он, получается, по сути, встал на один уровень с таким форумом, как Машук Всем известным и всеми любимым На этой неделе планируем с Ибрагимом Татаркуловым, если получится, с главой еще пообщаться Там, наверное, еще будут детали о том, какие новшества будут в форуме Но в целом традиции форума сохранятся Он пройдет под лозунгом «Высокие горы, высокая нравственность» И для меня, как для одного из первых участников этого форума Это была, наверное, такая мечта Вывести Махар на тот же уровень, что и Машук, а то и выше Чтобы ребята со всей России смогли увидеть эти горы, звезды, озера Вдохнуть этот горный воздух и влюбиться точно так же, как и мы, в нашу Карачаево-Черкесию Более 60 тысяч туристов приняли курорты Карачаевой-Черкесии за февральские выходные С 23 по 26 февраля включительно курортный Дамбай посетило 25 тысяч 420 туристов Всесезонный туристко-рекреационный комплекс Архыз 36 тысяч 833 человека Абсолютный рекорд был поставлен в Архызе 24 февраля В этот день курорт принял 11 тысяч 700 гостей Рассказал первый заместитель министра туризма и курортов республики Артем Овчинников Курорты Карачаева-Черкесии традиционно пользуются большим спросом на февральские праздники Так, номерной фонд был забит на 100% на обоих курортах региона Самая высокая загрузка пришлась на 24 февраля, когда турпоток превысил даже новогодние показатели В честь празднования Дня защитника Отечества было организовано большое количество развлекательных мероприятий Которые закономерно выступают как дополнительный инструмент привлечения туристов Востребованы у туристов были также и другие туристические объекты Карачаева-Черкесской республики В числе которых это Тибердийский национальный парк, туристический класс Ременного водопада и другие точки притяжения региона С 1 марта стартовал основной этап проведения всероссийских проверочных работ Первыми, кто приступил к выполнению работ, стали учащиеся 10-х классов Они пишут ВПР по географии, затем учащиеся 11-х классов приступят к выполнению ВПР по истории, физике, химии и иностранным языкам Для учащихся старших классов предусмотрен период проведения ВПР с 1 по 17 марта Учащиеся начального и общего уровня образования включатся в написание ВПР с 20 марта Следственными органами Следственного комитета России по Карачаевой-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении директора Гуманитарно-технологического колледжа Он подозревается в совершении двух преступлений Информацию комментирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Карачаевой-Черкесии Елена Марковская Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных у частью 7 статьи 204 УК РФ, то есть коммерческий подкуп Следствием по материалам МВД по КЧР установлено, что в январе текущего года подозреваемый получил от жителя республики денежные средства за выдачу диплома о среднем профессиональном образовании без прохождения вступительных испытаний, фактического обучения и заключения Государственной экзаменационной комиссии Кроме того, в рамках оперативных мероприятий был установлен аналогичный факт получения подозреваемым незаконного денежного вознаграждения за выдачу диплома с отличием по квалификации юрист местной жительницы в 2019 году Следователи 1-го отдела по расследованию особо важных дел проводят с подозреваемым необходимые следственные действия продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения Расследование по уголовному делу продолжается Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода утром местами небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега Днем преимущественно без осадков, утро местами на дорогах гололедится Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду Температура воздуха плюс 2-7, в горах местами до плюс 2 В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавиноопасность В Черкесии днем без существенных осадков Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду А столбик термометра поднимется до 5 градусов Это все новости к этому часу С ними я вас знакомил Марти Киев Берегите себя и своих близких Всего доброго Вы слушали Радио России Карачаево-Черкесия До новых встреч